Ну да, вот сейчас как, они там придумывают, как им там эту республику придумать, как им там этих ситхов придумать, с жедаям там и всякую другую заразу. И то один вариант, то другой вариант, и сами с собой там грызутся, как три головы цербера. Но все равно в результате не получается. Там получается, есть, ну есть предыстория, как бы, к Звездным Войнам. Ну, в конце выходит так, что в каждом эпизоде Звездных Войн они взрывают огромную космическую станцию, на которой сидят враги хороших, так сказать. При этом они, эти хорошие, они учитывают, что они взорвали станцию, на которой находились тысячи людей, и сценаристы не могут уже что-то новое придумать. Они просто эту станцию в каждом эпизоде изображают больше и больше. Представляете, какая глупость? Я не разумела, как больше и больше. Ну, смотрите, Джордж Лукас ещё в какие-то 80-е годы, если не ошибаюсь, отснял трилогию «Звёздные войны». Там, получается, в первом эпизоде взорвали звезду смерти, так называемую, космическую станцию. А в третьем эпизоде построили ещё большую и ещё большую взорвали. Просто не смогли придумать новый сюжет, не смогли придумать, что там взорвали или не взорвали, а просто в первом сюжете. Меньше, потом больше, а есть рационарный комплекс. И сейчас в седьмом эпизоде опять взорвали такую же штуку. То есть у них, получается, есть семь эпизодов. Семь эпизодов. В первом эпизоде взрывают небольшой космический корабль такого же типа, такой же круглый, также населён врагами, так сказать, хороших. Во втором эпизоде взрывают несколько космических кораблей, но не таких уже. В третьем там свои глюки, в четвёртом опять взрывают круглую космическую станцию. В пятом свои глюки, в шестом опять взрывают круглую космическую станцию. И в седьмом взрывают круглую космическую станцию. Семь эпизодов в четырёх из них делают один и тот же трюк. Куча мелких истребителей летит и взрывает космическую станцию. Круглой формы. То есть сценарий, заведомо, знакомый выходит так, что ничего нового не придумают. И что получается? А если бы, допустим, экранизировать войну промысла с наагами, экранизировать войну с князем тьмы, экранизировать проповеднические подвиги промысла? Потому что, с одной стороны, кажется, что проповеднические, да что там экранизировать? Но он путешествовал по всей Земле, а где-то здесь, получается, оставались цивилизованные люди, где-то уже одичавшие люди, где-то какие-то свои версии. То есть всё это очень интересно. И даже сейчас, к примеру, я сделал несколько видео на тему сериала «Флэш», о концовке сериала «Флэш». Там идея такая, что человек сверхбыстро бегает, и самый быстрый человек на Земле. Но в этом сериале там не состыковок как внутри самого сюжета, так и не состыковок с реальностью огромное количество. Однако в текстах ведических описывается история того же Ведриха XVII, о котором я вам вчера уже говорил, помните? С Ведрихами тоже интересная история. Получается, Ведрих — это эпитет дровицкого князя, но там вот династия, которая называлась династией Ведрихов. Но не все князья из этой династии, даже будучи правителями государства, получали эпитет Ведриха. Некоторые там оставались со своими именами и так дальше. Но самые лучшие получали такой эпитет. И основатель династии называется Ведрих-основатель, и дальше идут порядковые номера. Ведрих-первый, Ведрих-второй, третий, 25-й Ведрих-воитель. И дальше до 300-го номера идут снова порядковые номера. Ничем не замечали. Нет, у них есть эпитеты, однако у них есть ещё порядковый номер. А получается, у основателя и у воителя порядковых номеров нет. Я не знаю, по какому принципу династия Ведрихов определялась, кому дадут номер, кому не дадут. Но что интересно с Ведрихом, что Ведрих-17 изучал идею сверхбыстрого перемещения объекта. Он использовал частицы, сейчас ещё эти частицы не открыты, но это частицы, которые двигаются со сверхбыстрой скоростью. И получается, он эти частицы, вообще при нормальных физических обстоятельствах, эти частицы прошивают обычную материю насквозь, и оно даже и не видно. То есть такие частицы могут пройти через металлический колокол, и мы никак это не увидим, не почувствуем, и это не отразится на самом колоколе. Потому что они намного меньше, чем атомы и молекулы. С аналогичными, но теми, что находятся в колоколе, они не столкнутся, потому что у них есть свои поля притяжения и отталкивания. И эти частицы, они могут солнечную систему быстрее, чем за секунду пересечь. Но Ведрих 17-й создал способ экранировать эти частицы, помещать их в такое поле, которое не давало им прошивать стандартную материю, и привязывать их к гравитационному полю Солнца. А потом, когда он гравитационную привязку отпускал и устанавливал, допустим, слабую гравитационную привязку с какой-то другой звездой, они заставляли его капсулу перемещаться в ту сторону, которую он выбрал. И таким путем он мог перемещаться на сверхскоростях, за верток нейронов. Я все почула, но не влезло в голове. Что не влезло? Ну, можно сказать, я не вся зрозумела, как я того нового. Как его звали, помните? Ну, Ведрих 17-й, конечно, он працювал штинами. Итак, он изучал частицы, которые меньше квантов. Он создал силовое поле, которое не давало им прошивать стандартную материю. То есть он научился как бы их отлавливать, можно сказать. И он с помощью других технологий ставил им гравитационную привязку. Образно говоря, он наловил мешок этих частиц и привязал их, как к якорю к Солнцу. Так, Капотин.